Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Сергея Чупыра. Сегодня в выпуске. В районном центре состоялся муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона», в котором приняли участие более 30 конкурсантов от 14 и до 30 лет. Мусульмане Березово отметили религиозный праздник Курбан-Байрам. Более 300 любителей активного образа жизни приняли участие во всероссийском легкотлетическом кроссе нации 2015. Об этом и многом другом расскажу вам я, Сергей Чупыра, и мои коллеги из авторского телевидения Березова. В Березово состоялся муниципальный этап окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона», в котором приняли участие более 30 конкурсантов от 14 и до 30 лет. Основная цель этого проекта – формирование общественно-политического актива в молодежной среде и привлечение к решению социально-экономических проблем района. В течение нескольких дней юноши и девушки общались с работниками районной администрации и представителями общественно-политических объединений, а затем предлагали и защищали свои проекты. Сегодня в «Звездном» состоялось открытие муниципального этапа окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона». Принимают у нас участие 33 участника с Березовского района – это Хулимсун, Приполярный, Гримм и Березово. Будет учеба проходить в течение трех дней с 23 по 25 число. День дублера пройдет в администрации 25 числа. Ребята, которые победят у нас на данном муниципальном этапе, поедут в округ, где также пройдет учеба для актива региона, и победители поедут уже на стажировку в Москву. Более подробно о проведении муниципального этапа окружного молодежного проекта «Учеба для актива региона» мы расскажем в наших следующих эфирах. Как и в предыдущие годы, мусульмане Березово отмечали Курбан-Байрам по старым традициям в течение трех дней. Название переводится как «праздник жертвоприношения», и это не просто слова. В этот день в жертву приносят животных. Это главный исламский праздник, который широко отмечается во всем мусульманском мире. Его основной обряд совершается в долине Мина, в Мекке. Именно там Ибрагим, покорившись волей Господа, готовился принести в жертву своего сына. Но Аллах, оценив его смирение, в последний момент позволил заменить юношу ягненком. Праздник жертвоприношения Курбан-Байрам является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку в долине Мина. А те последователи ислама, которые не могут себе позволить совершить паломничество, отмечают его там, где находятся. Праздновать этот день, даже если это не происходит в Мекке, начинают с раннего утра, с праздничной молитвы. Этот праздник объединяет нас всех и сходит от нас безопасность в рамках, которые мы владеем в нашем российском сообществе. Мы молимся о спокойствии, о мире, о безопасности между мусульманами и между любимыми национальностями, которые здесь живут в России. Нету никакой разницы, все они едины, неделимы. И значит, этот праздник мы сегодня проведем с Божьей помощью, иншаллах, как положено. После коллективной молитвы наступает кульминация праздника – жертвоприношения. В качестве жертвы используют любое домашнее животное – барана, овцу, козу или даже верблюда. Животное кладут на землю так, чтобы его голова была направлена в сторону Мекки. Мы режем ради Аллаха, чтобы на земле, в Божьей-Семире, из капли крови этого жертвенного животного, человека, кто режет, кто входит в доме, снимает его грехи. Совершив заклание, мусульманин не должен скупиться на угощение. Необходимо обязательно накормить бедных и голодных. В праздник жертвоприношения следует обязательно отведать разнообразные, изысканные мясные блюда, которые готовятся в соответствии с местными вкусами. Настроение отличное, погода отличная. Традиционные восточные блюда, приготовленные шеф-поваром кавказской кухни Курбаном Мадрахимовым, а он, кстати, родился именно в этот мусульманский праздник, могли отведать все желающие. Я на этом празднике родился, так что в честь праздника меня звали Курбан. Вот готовлю плов, бульон, называется шурпа. Ну, тут еще два блюда, три блюда еще готовили, кроме этого. Ну, все отлично. Правила праздника предписывают угощать всех, олицетворяя высшие духовные ценности и качества. Угощения съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой и не обязательно приверженец ислама. Всем успехов, будьте здоровы и счастливы. И на благо работы всем, каждый на своем месте для городского поселения Березова. И вот в связи с этим событием хочется, значит, поздравить Талибова Мистери Джавасхатовича за значительный вклад в нравственное и духовное воспитание жителей городского поселения Березова. Чем и вас поздравляем. Мистери Талибов родом из Дагестана. В конце 90-х переехал на постоянное жительство в Тюменскую область. В 2001-м организовал в Березовском районе первую мусульманскую религиозную группу, которая в 2012-м году получила официальную регистрацию в органах юстиции. За добрые дела имеет награды, которые нельзя купить за деньги, их можно только заслужить. Было мне это присвоено в этих 90-х годах за исполнение своего гражданского долга, значит, сопряженность с риском для жизни, спасая заложников. Заложников. Это было мне присвоено. Это орден Александра за благодарение, это медаль за духовное укрепление нашей религии, веры. Отмечают Курбан-Байрам почти все мусульмане. Однако в России в основном он считается обычным рабочим днем. В такие дни запрещено пить спиртное. Это большой грех для правоверных. Я рад вас видеть здесь, мусульманный народ. Это наша вера, наша, как сказать, мусульманская единство. Единственное принятие, что было принято Всевышним Аллахом. Я присоединяюсь к нашим старшим и поздравляю всех мусульман с праздником. Чтобы людей обрадовали, утоляли жажду, страждущим, кто к нам придет. И чтобы у нас всегда были такие моменты в жизни, праздничные. Всех поздравляю, не только мусульман, и всех березян. Лично от меня. Я их знаю, уважаю, я с ним работаю. Во благо нашей отчизны. Для мусульман этот праздник является одним из важнейших в течение года. В праздник проповедуется верность, поклонение Всевышнему. Каждый человек старается осознать, насколько важно смириться со своей судьбой, но всегда надеется на лучшее будущее. Мы должны в наших молитвах молиться, просить у Господа Аллаха, чтобы настал во всем регионе мир, безопасность, взаимопонимание, и чтобы мы никогда не разделялись с российским народом. Мы всегда жили тысячелетиями и будем жить до Судного Деня. Со слов имама, в этот день каждый должен успеть поздравить своих близких, пожелать счастья в семье, благополучия, чтобы был мир на земле и все жили счастливо. Поздравляю всех мусульманских братьев, даем праздник, дай Бог их всех счастлив и удачи в семьях. И где были, и счастливы были. Поздравляю, браты мусульмане, желаю крепкого здоровья, желаю счастья всем братам мусульманам и крепкого здоровья. У нас сейчас собраны мусульманские праздники, желаем счастья всем крепкого здоровья. У семьи было все хорошо. До следующего Курбана Байрама. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным. Юлия Макушина, Александр Лисеев, авторское телевидение Березово. Продолжаем наш информационный выпуск. Первые школьные дни для первоклассников самые сложные. В жизни ребенка наступает очень важный период, когда в одночасье меняется его жизнь. Чтобы отвлечь первоклассников от всех забот и тревог, связанных со школой, а также рассказать им, как интересно учиться, получать нужные знания, проводится посвящение в первоклассники. О том, как проходило такое мероприятие в первом В-классе Березовской начальной школы, в нашем следующем материале. Такие еще в сущности маленькие, непослушные, любопытные первоклассники. Они очень волнуются. Это их первое мероприятие, на которое к тому же пришли их родители. А те, в свою очередь, волнуются ничуть не меньше. Сегодня детям официально присвоят статус первоклассника. Я на уроке первый раз, теперь я ученица. Вошла учительница в класс, вставать или садиться. Маршрут проложен через танцы математическая, букварная, рисовальная и окружающего мира. Преодолев задания на внимательность и грамотность, первоклассники приступили к новому испытанию – танцам и песням. ПЕСНЯ Забирай светочки. Забирай светочки. Забирай светочки. Родители не только пришли посмотреть на своих чат, но и с не меньшим удовольствием приняли участие в самом мероприятии в роли нихачухи и путаницы. Дети были в восторге от таких гостей. Ну и, конечно же, какое посвящение без самого ритуала. Капелька большинки и намазывание лисмелом символически сделали ребят чуточку взрослее и ответственнее. А после вручения дипломов и медалей первоклассника дети ощутили себя настоящими школьниками. Прошло мероприятие посвящение первоклассники. Это мероприятие, я считаю, очень необходимо, так как детки совершили первые шаги в первый класс. И поэтому они познакомились, узнали друг друга поближе. Научились первым навыкам труда, организации труда. Познали, что такое школа. И сегодня они просто показали своим родителям, на что они уже способны. А они способны, они готовы к тому, что они будут настоящими учениками, отличниками, прилежными, просто умницами. Это не последнее мероприятие, проводимое для учеников начальной школы. Юлия Астахова, Роман Тягунов, авторское телевидение Березова. В продолжение темы. В Центре досуга и народного творчества для учеников начальной школы прошло мероприятие под названием «Осень золотая», рассказывает Юлия Астахова. Почти во всех школьных, дошкольных и культурно-развлекательных организациях ежегодно проходят праздники, посвященные осени. Так в Центре досуга и народного творчества прошло мероприятие под названием «Осень золотая». Сегодня в досуговом центре у нас проводится мероприятие, посвященное «Осень золотая». Вот, потому что сегодня ребят из школы начальной третий класс. Цель мероприятия привитых в природе, оценить природу. Школьники с удовольствием загадывали друг другу загадки, вспоминали пословицы и поговорки, посвященные этому времени года. Вместе с Рамзией Бакиевой, методистом районного досугового центра, вспомнили народные приметы, а затем сами из различных природных материалов изготавливали поделки и игрушки. Мы сегодня разгадывали загадки, поиграли. Детям очень понравилось, они с удовольствием у нас делают все очень активное, очень хорошее. По мнению Рамзии Бакиевой, подобные развлекательно-познавательные праздники помогают школьникам начальных классов лучше усваивать учебный материал. Юлия Остакова, Роман Тягунов, авторская телевидение Березова. И к новостям спорта. Спортивный праздник в рамках второй спартакиады «Спорт для всех» прошел в Березовском центре спортивной подготовки «Виктория». В соревнованиях приняли участие команды воспитанников коррекционной школы-интерната. В программе мероприятия «Веселые старты. Быстрее, выше, сильнее». Мастер-класс по пауэрлифтингу. А для самых маленьких участников – конкурс рисунков «Спорт глазами детей». Три детские команды коррекционной школы-интерната «Пепси», «Чемпионы» и «Зеленые ниндзя» состязались в эстафетных конкурсах веселых стартов. В рамках реализации мероприятий государственной социальной политики, направленных на интеграцию лиц с особыми потребностями в современное общество, обеспечение их самореализации. Фондом социального страхования был заложен фундамент большого мероприятия – проведение ежегодных спартакиад среди людей с ограниченными возможностями. Программа очень насыщенная. Это и флешмоб, спортивные состязания, пауэрлифтинг, а также для самых маленьких – это спорт глазами детей. Цель нашего мероприятия – это популяризация здорового образа жизни и физической культуры и спорта среди детей с инвалидностью. Результатом, я думаю, для всех нас, организаторов, будет спортивный азарт детей и хорошее настроение. Привлечение людей с ограниченными возможностями к активной общественной жизни, предоставлением помощи в психологической, физической и социальной реабилитации является одной из главных задач Фонда социального страхования, считает его руководитель по Березовскому району, чтобы люди, в свою очередь, чувствовали, что они не оставлены наедине со своей бедой. Это проект партийный, автором которого является Канева Зульфия Рашидовна. Это, в общем-то, и ее проект «Спорт для всех». Проект очень интересный, он охватывает большое количество участников коррекционной школы. Спасибо им, они малоценены, всегда на многие мероприятия организуют детей. Я думаю, праздник удался, проект удался. Спартакиада, уже ставшая традиционным событием, неотъемлемая часть жизни людей с особыми потребностями. Это прогресс к лучшей полноценной жизни без каких-либо ограничений. Все очень понравилось, все были в восторге. И хотелось бы сказать спасибо большое организаторам, чтобы почаще проходили такие мероприятия. Сегодня очень актуальны проблемы сохранения здоровья детей и привития им навыков здорового образа жизни. Поэтому одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является физкультурно-оздоровительное направление. Ну а что же касается итогов спартакиады, у школьников быстрее и точнее оказались чемпионы. Все призеры и победители награждены подарками и сладкими призами. Юлия Макушина, Александр Елисеев, авторское телевидение Березово. Минувшее воскресенье было объявлено Всероссийским днем бега. В этот день во многих городах и поселках страны проходили легкоатлетические соревнования «Кросснации-2015». Не остался в стороне и наш поселок. Подробности далее. Уважаемые участники соревнований, сегодня 27 сентября вся Россия участвует во Всероссийском дне «Бега-Кросснации». Мы вас поздравляем! Не в пример прошлогоднему количеству участников в этом году соревнующихся было более 300. И это в основном дети и подростки, которые в трех возрастных категориях от 7 до 17 лет оспаривали перенство на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров. А в остальных двух бежали как и бывшие воспитанники детской и юношеской спортивной школы, так и просто все желающие сторонники активного образа жизни. Нелли Николаевна Решетник – одна из них. Пару дней в неделю вместе с такими же пенсионерами, как и сама, приходит в тренажерный зал спорткомплекса. И про бассейн тоже не забывает. Сегодня стартовала в забеге на один километр. «Мы все пришли, кто может, все пришли и все пробежали. Это класс, здорово. Даже вот мы старенькие пенсионеры, но бежим и радуемся». Максим Антипин также пробежал тысячу метров. Уже третий год увлекается лыжами. Да и во всероссийском кроссе принимает участие не первый раз. «Это кросс-нации, то есть те, кто уважают свою страну, или бежали, или хотя бы пришли на это мероприятие. И каждый, кто бежал, по-моему, это маленькая, но очень важная частичка. По-моему, я очень хорошо пробежал, потому что в конце у меня была усталость, но я сам перед собой задачу хотя бы добежать, не останавливаясь». Еще один из участников кросса Женя Вакуев занимается около восьми лет боксом. Не раз становился призером и победителем окружных турниров. Говорит, что такие соревнования – отличная тренировка для единоборцев. В своей возрастной группе занял первое место. «Открылось второе дыхание, и уже концовку я отработал на все сто процентов. Что сказать об этом кросс-нации, об этом событии? Весь поселок собирается на них, смотрит, даже сами участвуют, и получают хороший результат после своего выступления». А вообще, по словам Андрея Серкова, директора Березовской средней школы, на старт кросса вышли более ста учеников. Накануне преподаватели рассказывали школьникам об истории этих стартов, да и вообще говорили, как это не банально порой звучит, о здоровом образе жизни. «Рассказали опять о здоровье, о значении, о социальной, о гражданской позиции, которая выражается на этом кроссе. А потом следующее, что сами приняли участие. То есть три классных руководителя бежали, я тоже бежал, бежали на этом кроссе. Поэтому дети, конечно, загорелись. Вот эти все пришли, они все пришли добровольные». Ну а затем, после подведения итогов, состоялось торжественное награждение победителей и призеров. «Победитель! Батайя Греб награжден! Грамоты, медали и кубки за первые места – это достойные награды всем отличившимся на очередном кроссе нации в Березово». Сергей Чупыра, Роман Тягунов, авторское телевидение «Березово». Это была последняя информация в нашем выпуске. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok